Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей настоятельной просьбе, я сейчас покажу второй вариант изготовления тесьмы, которую мы сенели, которую с вами мы изготавливали. Опять же, я беру две зубочистки. Можно, как я уже говорил, взять вот такие для шашлыков палочки. Можно взять спицы от зонтика, можно взять спицы для вязания. Весь смысл заключается в том, что сейчас мы с вами будем каждую прядь, которую мы изготавливаем, с вами будем связывать. Поэтому я взял обыкновенную монтажную нить, которой я веду изготовление стримеров. Достаточно крепкую и в то же время, чтобы она не сильно лохматилась. Берем для начала и изготовим вот такой стопорный узелок, который нам будет необходим. Его величина, конструкция, как вы завяжете, не имеет значения. Самое основное, обратите внимание, при намотке нежелательно наматывать так плотно, чтобы у нас потом было неудобно работать. То есть намотка нашего люрекса должна быть свободная. Между вот этим щелем пропускаем нашу нить. Пока ее не трогаем, оставляем в таком положении. К ней мы еще вернемся. Значит, у нас, я в первом фильме показывал довольно-таки неудобный, вот как проволока люрекс, который использовался лет 30, а то может и 40 назад, для изготовления вышивки на изделиях. Достаточно жесткий, крепкий, но и в то же время неудобный в работе определенной. Так как мне Рикардо написал, что надо искать теперь подходящий люрекс, я специально изготовлю фильм для того, чтобы показать, что можно изготавливать не только из хорошего люрекса. При условии, что мы сейчас будем крепить материал, это вы уже увидите, можно использовать проволоку, вот такую, с наборов. Любую проволоку, которую вы сможете для себя взять. Завели снизу, учитывая то, что нам теперь сложно будет закрепить люрекс, мы должны промотать так, чтобы наши последующие витки подхватили этот люрекс. Буквально совсем-совсем 5-6 витков нам с вами будет вполне достаточно для первой пряди. Промотали. Для того, чтобы не убежал наш люрекс сейчас, потом он у нас очень даже не будет ничего мешать. Я беру обыкновенный перодержатель и подвешиваю его на люрекс. Теперь переходим к нашей основной конструкции с ниткой. Берем так, чтобы у нас вышел по центру наш узел. И обыкновенным узлом, по полуузлом, буквально пару накидов сделаем для того, чтобы, вот как вы видите, я делаю сбоку, но так, чтобы он вышел по центру. Пальцем придержали нашу прядь и движемся теперь к точке крепления. Подравниваем так, чтобы у нас наш стопорный узел вышел по центру. От этого зависит качество дальнейшей нашей работы. И берем теперь, подтягиваем нашу прядь. Если мы с вами выберем нижнюю часть, то у нас он несколько выйдет неровным. Поэтому я подвожу к центру и здесь подтягиваю нашу прядь. Убираю теперь вот эти две нитки назад. И как вы видите, я отпускаю люрекс. У нас ничего не распускается и ничего никуда не уходит. Берем опять наш люрекс и выполняем. Буквально, ну я скажу, под свои нужды, как я уже делал, несколько нудная работа, но учитывая то, что, так как вы просили, не всегда есть возможность приобрести соответствующий люрекс, синель и все остальное. Это в домашних условиях для единичного изготовления стримеров, в частности щучьих, которые мы в дальнейшем с вами, в следующем фильме я изготовлю щучий стример с использованием вот этой синели, перьевой. Также делаем пару накидов опять нашей нитки, полуузел и подводим к центру, затягиваем. Как вы видите, у нас формируются определенные пряди. Для наглядности давайте я выполню еще один. Вот, три, четыре. Стараемся не усердствовать в намотке, не сильно давить, так как потом, вы понимаете, у нас наши зубочистки сойдутся, и сложно будет провязывать узлы по всей длине. Или, в крайнем случае, бывает так, что они просто обломаются. В самом начале я вам просто не показал. Я обычно беру и вот эти вот сомнительно тонкие и опасные концы обламываю и работаю. Опять берем нашу нить. Как вы видите, нам уже теперь ничего не мешает, никто никуда не уходит, все по центру. Работать очень удобно. Просто мы используем с вами метод плетения. Значит, чем он мне нравится, этот наш метод. Опять, как вы видите, я беру по центру и подтягиваю свой узелочек. Опять убираем нашу нить. Я думаю, вам достаточно будет видно. Мы еще остановимся потом, когда я дойду до края моих зубочисток. Все узелочки, все у нас ровненько выходит по центру. Значит, здесь можно использовать как кристалл флэш. Вот можно кусочками намотать еще кристалл флэш сделать. Будет более привлекательно. Синий, красный, зеленый, какой вы захотите люрекс. Можно добавлять пряди. Искусственные, допустим, юнифлоса. Все, 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 что угодно. И можно фиксировать это нашей вот такой петлей. Теперь давайте я дойду хотя бы вот до окончания моих зубочисток. И мы с вами потом продолжим. Вот мы с вами доплели с нашими узелочками. Как вам видно, сможет ли камера передать. Вышли они слева и справа. И как видите, у нас вышла вот за счет сил натяжения вот такая конусность. Поэтому лучше, конечно, использовать металлическую. Как я вам уже говорил, у меня имеется специально для этого приспособление. И я изготавливаю, когда мне необходимо, больше или меньше длины. Это в походных условиях один раз для того, чтобы, допустим, изготовить ту мушку, которую вы хотите. Теперь я беру скальпель. Ничего больше мы с вами не трогаем. Ставим в удобное положение для нас. И начинаем сверху аккуратненько подрезать наш люрекс. Как вы видите, почему лучше использовать дерево. Потому что мы с вами спокойненько можем подрезать наш материал. Стараемся, конечно, так, чтобы у нас он проходил в одной плоскости. Иначе потом, сами понимаете, у нас выйдет не совсем симпатичная синель. Вот мы дошли до нашего края. Там, где, допустим, с одного раза не прорезалось. Прошли и подправили. И вышла вот такая у нас бахрома. Как вы поняли, теперь мы спокойненько, вот я вам показываю, уже имеется. Берем, разрежем с другой стороны. Ничего не трогаем. У нас оно находится в нормальном положении. И потом только снимем. Редактор субтитров А.Семкин